Девушки отдыхают Настоящая женщина может сделать любого мужчину идеальным. Главное не переборщить. Жена – это крем, который должен быть нежным, мягким, но не жирным. А если в отношениях что-то не ладится, нужно просто приложить чуть больше стараний. И если вы все сделаете правильно, у вас получится крепкая семья. Но даже самый идеальный рецепт может испортить один стухлый ингредиент. Убирайся. Ой, Миша, у нас так вкусно пахнет. Угу. Передай начальнику, если он еще раз заберет тебя в нашу годовщину. Я ему на юбилейскую торт с пушьяком. Начинать по работе. Ну, что, завтра посидим, отметим. Фрида! А папа твой наверняка в 73-й раз вспомнит, как я пришел просить твоей руке, а у меня кровь из носа пошла. Так я поэтому и согласился. Думал, прям там копыты и откинешь. Гнида! Фу! Папа, не называй ее так. Ну, пусть не ведет себя, как гнида. О! А кто это мою колбасу из холодильника достал? Она же испортится! Это уже случилось. Три месяца назад. Зато я ее по акции взял. И что? Всем привет! Доброе утро! Так, снимаем шапку, завтракаем и идем к репетитору по английскому языку. Мам, ну, может, хотя бы сегодня запьем на репетитора? А может быть, мы запьем на новый планшет? Ну, как ты женился на таком тиране? Мам, тиран, прости, у тебя там горит что-то. Черт! Папа, я тебя моя! Не трогай! Мам, не знаю, посмотри на тиран. Папа, ты сейчас торт. Как же хорошо дома. Кроме, что сухая нить. Ну, что, я два часа у меня самолет. Слава Богу. Папа, собирайся! О, ну, понятно, почему ты опять не была спать в три часа ночи. С крылупом в носах торчит. Спасибо. Прочные заказы. Тебе что, денег не хватает? А это что такое? А, это я вчера купила. Кстати, известный фотограф Майкл Рэй. По-моему, какая-то дырка. Папа, пока. Папа, пока. Эй, красавчик. Угу. Готовься. Тебя завтра кое-что ждет. А, ты снова решил достать Сантрисуле свои леопардовые леггинсы? Ой, пардон. Пожалуйста, пожалуйста. Пока. Я в магазин. Тебе что-то нужно? Мам, Фридо погрызла мой кроссовок. Ну, я же оговорил, гнида! И еще пару рук. Здравствуйте. А? А, здрасте. Доброе утро, Надежда Семеновна. Доброе утро, Елочка. Какой у вас торт красивый. Спасибо. И ваш. Спасибо. А я на заказ пеку. А вы? А я нет. Здравствуйте. Я друзьям. Друзьям друзей. Много у вас друзей-друзей. Частенько я вас с тортами вижу. А? Ааа-а. Вот это ваш. Ну, что это за музыка? У меня колодки скрипят мелодичнее. Папа! Ты что делаешь, а? Куда ж ты едешь? Куда ты прёшь? На кладбище опаздываешь! Оно в другой стороне! Папа, ты что наделал? Что я людям скажу? Ой, доченька, сердечко прихватило. Корвалолу бы. Хватит, а? А если бы за правду, а ты не поверила? Родному отцу! Так, поезжай в строительный магазин. Я в продуктовый зайду. Встречаемся на парковке возле гостиницы. Ты понял? Папа, ты готов? Я всегда готов. КОНЕЦ КОНЕЦ Ух ты, сколько цветов. Даже красивее, чем на эскизе. Старались. Поздравляем еще раз. Извините. Знаете, свадьба для всех людей праздник. Алло. Привет. А ты где? На посадке? Ну, удачно долететь. Пока. Ты ненормальная. Твой муж там какую-то малолетку обрабатывает, а ты тут ватрушки печешь. Печенье. Меня это успокаивает. Удар ногой ему по... Вот что должно тебя успокаивать. Где мой стакан для зубного протеза? Пап, не мешай, а? Я надеюсь, это не он? В ванной. Я на минуту. Вер, у тебя посылка. Курьер на меня так возбужденно смотрел, что я даже в пакет заглянула. На годовщину. Этот урод ей изменяет. Как? С кем? Ты знаешь, он мне как-то не представил свою барышню. Вера, я бы на твоем месте нашла эту овцу и шею бы ей. Нет уж. Не хочет быть со мной? Пусть уходит. Нет, ты что, зря из-за этого дрща, у которого постоянно кровь из нос стекла, нормального мужика сделала? Вера права. Такое прощать нельзя. Да, и зачем, чтобы он снова это сделал? Извините, я побежала. Еще зайду. Черт, он уже на встречу по торту для начальника умолилов. Шура, мне сейчас вообще не до этого. Ты что, с ума сошла? Я уже за даты взяла и потратила. Мне тебе, кстати, три тысячи должна. Ну, если хочешь, я могу отдать трусами. Новыми. Ну, почти. Это что, Твередов, что ли? Я знаю фамилию сыноначальника. И что? А то, что я с ним на дизайнерском архиве училась и встречалась. А, это тот пацан, про которого папа говорил дрищ в кепке? Глист. Да. Пойдем, Саша. Пошли. Привет. Привет. Какая неожиданная встреча. Так вот, кто такая кулинарная фея? Вы прям как на свидании в школьной столовке. Может быть, выигрим завтречу? А то без вина сейчас будет как-то очень неловко. Я бы с удовольствием. Но мне бежать надо, у меня работы полно. А у меня начальник очень строгий. Кстати, если вы его увидите, передайте, что Пирогова Александра в этом месяце очень рассчитывает на премию. Не рассчитывай. Понятно. Я, Вере, вкратце рассказала, что торт для папы. Для мамы. Ну да. В общем, вы тут сами. Альда? И ты еще потом целый год там этот оцикл копил. Кстати, а почему ты его не купил? Да потому что вместо него я подарил тебе сотовый телефон. А, да. С цветным краном. У меня тогда у Пера такой в группе появился. Кстати, папа до сих пор с ним ходит. А помнишь, как он меня из окна борщом облил, когда я тебе песни под окном пел? Да, этих, которые... Люби меня, люби. Отпетых мошенников. Да. Люби меня, люби. А принесите, пожалуйста, еще нам вина. Ну, помню, когда тебя слышал в последний раз эту фразу, но потом купались в фонтане на ВДНХ. Не переживай. Теперь я свою норму знаю. Да аккуратней там, не вывались. Да че? Держи. Слушай, а... Попила. А твоя жена не будет против, что ты ночью провожаешь в дому слегка? А будет, что девушку? Надо у нее спросить. Вот на еду женюсь и обязательно спрошу. А твой муж не против? А, ему все равно. У него полно дел таких молоденьких, длинноногих, упругих дел. Может, зря мы тогда с тобой расстались? О, смотри, что нашел. Скоро весна, скоро весна, скоро весна, скоро весна, скоро весна, скоро любовь. Папа, доставай борщ! Папа, доставай борщ! Папа, доставай борщ! На вопрос, ты есть или нет? Скоро любовь, скоро весна, ага. Люби меня, люби! Жарким огнем, Ночью и днем, Сердце сжигая, Люби меня, люби! Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Алло, полиция? Я человека потерял, с которым провел всю ночь, а утром он исчез. И даже кофе со мной не выпил. Андрей, извини, что я исчезла так. Но все, что было между нами, это неправильно. Да, я говорила, что у меня сложности с мужем, но мы не должны были так. Это просто алкоголь и ностальгия. И ответые мошенники. Верда, я все понимаю. У тебя семья, и ты мне ничего не обещала. Ну, кроме торта. Да, точно. Для папы. Мамы. Мамы. Я сейчас приеду и начну делать. А к вечеру будет готов. Окей, тогда я заеду. До встречи. Пока. Мой новый рецепт, как изменить мужу. Ингредиенты. Муж, молодая любовница, сексуальный бывший. Смешать чувства обиды и пару бутылок льна, и запекать до характерного румянеца. Ну, изменила-изменила. Один-один. Старайтесь, чтобы в вашей семейной жизни так и оставалась ничья. Извини, но ты не лучший советчик в семейных делах. Ты из-за третьего айфона чуть не вышла замуж. Он вообще-то дорогой был. Я вовсе виновата. Я ей все расскажу тебе. Правильно. Расскажи ему все. Про него. А про себя молчи. Пусть сам как-нибудь узнает, если повезет. Вот я однажды с двумя мужчинами встречалась. Один обеспеченный в возрасте, а другой молодой красивый. Ну, в общем, сын его. Так я же молчала, чтобы их семью не разрушить. А почему? Потому что я добрая. Мышонок! Привет. Я соскучился. Дим, мне нужно с тобой поговорить. Ну, надеюсь, поговорить. Это небольшой анонс вечернего сюрприза. Ты ничего не хочешь мне рассказать? А чего? А чего? Ну, например, где ты на самом деле был вчера, когда я тебе звонила. Ну, да. Да. Я был со своей знакомой в отеле. И вот уже собирался тебе изменить, как вдруг вспомнил, что я хороший муж. У нас с тобой годовсина. И попросил ее нам устроить президентский номер на предстоящую ночь. Подожди. Как? Ты, Лавн, не переживай. Она там работает, сделает нам огромную скидку. Сейчас, извиня. Да? Да, Олег. Хорошо. Сейчас приеду. Давай. Мне нужна работа отлучиться на часок. Так, а о чем ты хотела поговорить? Я по поводу праздничного ужина. Ты хочешь рыбу или курицу? Только рыбы нет. Я уже курицу разморозила. Ну, я же не могла этого знать, правильно? Не могла. Боже, какая я дура. Бывает. Так, с другой стороны, я его люблю. И я не хотела этого. Просто так сложились обстоятельства. Обстоятельства сложились. Да, и мужчин у меня до Дима были. И будут. Так, он вернется, я ему все расскажу. Нет, я ему сейчас позвоню и все расскажу. Нет, я сейчас же к нему поеду на работу и все ему расскажу. Спасибо, что бы могла. Не за что. В смысле? Вера. Вера. То сделано, то сделано. Помнишь, когда я со своим первым мужем разводилась из-за тимних сапог? Тебе еще торт готовят для папы Андрея. Для мамы. Не важно. И еще один на годовщину. Мне сейчас вообще не надо торт. Подожди ты от своей совести хотя бы до завтра. Сегодня годовщина. Надо подумать, как ты Юльке объяснишь. Да, наверное, ты права. Но Андрею все равно нужно позвонить и сказать, что я не успеваю приготовить торт. И ягод у меня для украшения тоже нет. Так, Вера Викторовна, спокойно. Собрали свои яйца, муку, молоко в кулачок и марш на кухню. А я за ягодами сгоняю. Здорово. Здорово. Приходят вдвоем полдесятого. Говорю, где были? В кино. А у самого вся рожа в губной помаде. Я на него смотрю строго-строго. У него аж ухи задергались. Опускаю глаза, а он описывался. Виктор Павлович, вот такого не было. Да, такого не было. Концовку я специально додумал. Чтоб смешнее было, гостей же за столом надо развлекать. А то твоя жена уже два часа кулебяку принести не может. Вера, ты скоро? Пару минут. Мне еще торт для клиента нужно доделать. Верин Бизнес. А. Сейчас торт доделает, и я могу месяц спокойно не работать. Даже на Монте-Карло останется потусить. С вами, конечно, очень весело, но мне пора. Давай. А ты куда собралась? У нас вообще-то годовщина. Отлично. То есть дети должны сидеть и смотреть, как взрослые набухиваются. Нет, спасибо. Пойду лучше посмотрю кино про ученику. Гарда, пусть сидят. Ну, насколько еще годовщины-то темы? Пока. Пока. Опс. Пойду проверю. Вер, ну где там кулебяка? Меня надо хорошо кормить. Я еще завещание не составил. Ты что, слушай, не то, что соскучился, но все никак не получится. Да, но завтра я весь твой. Музыка. 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 Убирайся. Музыка. Лёля, ты что творишь, а? Испачкала. Испачкала. Моя. Потираешь? А то он у нас такой никчемный. Мышонок, ты что-то себе там не придумывала. Вот гнида. Вера. Прости, это случайно получилось. Ага, ну тогда ничего страшного. Вер, давай мы с тобой нормально все наедине обсудим, а? Дима, будь мужчиной, просто уйди. А. Ну, я пошел. Только ты без меня и недель не протянешь. Закончишь ты деньги, звони. Слушай, я уже поговорила с Приветиком, но это юрист сработает. Мы с Димой такие алименты на Юльку выбьем, а еще у него можно будет отсудить машину. И деньги за видеодвойку пусть вернет, которую я на свадьбу вам подарил. Мне от него ничего не нужно. А есть ты что будешь? Тортики свои? Привет. Я за тортом. Слушай, извини, мне тут ЧП произошло. Что-то серьезное? Ну, я мужа выгнала. В общем, торта теперь нет. Точнее есть, но боюсь, он тебе не понравится. Выглядит аппетитно. Не переживай, я куплю что-нибудь по дороге. Подожди, у тебя Саша ван взяла. Подержи. А, нет, даже не вздомай, я не возьму. Подожди, нет, нет, я так не могу. Ой, Господи. Вера, я не возьму. Сделаешь мне торт на какой-нибудь ближайший праздник? На День железнодорожника, например. Или в кафе пригласишь. Как насчет завтра? Понял. Майкл Рэй? Он крутой. Ну ладно, я позвоню. Угу. Пока. Пока. Пап, что значит поживешь отдельно? Что случилось? Пап, я уже взрослая, скажи как есть. Никогда не все сейчас. Ты права. Буду есть свои тортики. Ну, точнее, не тортики, а деньги, которые буду на них зарабатывать. Сестер, сколько ты на этих тортиках заработаешь? Ну, если в день брать минимум два торта, не отказываться от свадебных заказов, от детских кэнди-баров, я думаю, месяц можно быть тысяч на сто пятьдесят. Наверное. Сколько? Обалдеть. Почему мы раньше это не делали? Давай откроем свою домашнюю кондитерскую. Для начала хорошо было бы открыть ИП. ИП Пирогова. Вообще-то я пока Михеева. Ничего, скоро опять будешь Пирогова. ИП Пирогова. Звучит. За это надо выпить, сестер. Твой никчемный муж еще пожалеет. Слушай, может, зря я назвала его никчемным. Я же тоже виновата. Все-таки я его изменила. Ой, да ладно, попьянь бывает. Ты что, изменила папе? Юля. Вот почему он мне ничего не хотел говорить? Юля. Я тебя ненавижу. Малая, ты не это... Юля, ты не поняла. Да вошла ты. Я буду жить с отцом. Юля. Подожди. Юля. 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 Юра Викторовна, жалоба поступила. Занимайтесь незаконной коммерческой деятельностью по изготовлению и продаже кондитерских изделий. Субтитры создавал DimaTorzok